МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Елена Шаройкина, и это программа «Красный угол». Издревле на Руси «Красный угол» был самым почетным местом в доме, в который вешали иконы и ставили стол, куда приглашали наиболее почетных гостей. Сегодня гость нашей программы – один из самых медийных людей в России. Но мало кто знает, что он еще и часовых дел мастер. Здравствуйте, Иван! Сегодня вы – почетный гость «Красного угла». Здравствуйте! По вашему заказу выпущены часы, где на циферблате написано «Я расист», а на оборотной стороне написано «Не только Крым наш, все наше». Что это, выражаясь вашим языком, манифест убеждений? Или все-таки часы – это бизнес-проект? Ну, часы – это моя любовь бытовая. Давным-давно я задумался над самим концептом, что часы – это тот механизм, который мерит самое главное, но ничего по сути нет, ну, с точки зрения физики академической. Плюс много каких-то таких сентиментальных отвлечений. В данном же случае модель там хорошая. Там в базисе модель «Слава» – 53-й год, особенный календарь, автоподзавод, хорошее толстое стекло, ну, такой, немного стимпанка, но с учетом времени. Но их покупают? Да, их очень хорошо. Когда, значит, я заказал, я помню «Испуганные глаза девочки», я ей объяснил, что это вот, это концепт. Просто нам в то время все хамили, там, на Украине призывали москаляку на галяку, еще где-то дерзили нам. Ну, и чтобы правильно все понимали, что у нас тоже есть какое-то, ну, внутреннее понимание. И чтобы они понимали, о чем идет речь. Не просто Крым наш, все наше. У нас ответственность за весь мир. Это, в принципе, психологически заложено в каждого русского человека, вот эта идея Третьего Рима. И не быть четвертым, по словам старца. Это не мессианство, обычное мессианство, это такой психоватый вариант. Это врожденное, природное, значит, осознание того, что ежели что в мире бахнет, блин, нам воевать обязательно идти. Надо разбираться, кроме нас никто не разберется. За нами Москва, да? Вот да, но ничего не сделаешь. Откуда вот такие, непонятно. Видимо, Господь так нас составил. Девочка через какое-то время звонит. Я 10 штук заказал сначала, чтобы сделали. На этом механизм отобрали. Раздал друзьям, быстро очень. Решил, еще закажу. Я позвонил девочке. И после того, как еще 10 заказал, она осторожно поинтересовалась, можно ли, чтобы они продавали вот часы так. Я говорю, а что, спрос есть? Она говорит, у нас в жизни такого спроса не было. В жизни? У нас, говорят, купили все эти модели, мы ездили в другой город. Ну, там еще, как это, советское еще производство, слава старинная. У них на этих складах они искали эти механизмы, комплектующие, оригинальные составляющие. Так, ну, рекламу часа мы сделали отличную. Ну, да. Теперь поговорим про идеологию, которую они несут. Потому что, конечно, я думаю, что их покупают неплохо, но покупают их, наверное, в первую очередь из-за вот этих вот самых слов. Я расист и все наше. Ну, я расист. Что это вообще такое? Что это означает? Ну, изначально, опять же, это уничижительно для нас. Нас, предположим, обзывали. Ватник. Ватник, колорад, арда. Они думают, что нас это обижает. А в силу, опять же, свойственного любому русскому человеку такой готовности к любви, мы до последнего будем думать, что они, ну, просто заблуждаются. Ну, просто это чушь какая-то. Просто им нужно раскрыть глаза. Что плохого в арде? Была арда, мы ее переварили. У нас даже в генах нет арды сейчас. Но многие вещи нам понравились. Во-первых, мы кочевые в одной шестой части планеты. Нельзя сказать, что мы так совсем ушаседлые. Очень легкий на подъем. Презираем роскошь. В принципе, для русского человека не свойственно слишком много. Вот когда вот это... Ну, у нас... Пур Венеции не подходит для русского человека. Ну, мы же не можем разделить русского человека и русских царей. Но русские цари, даже купцы, они вообще во всем мире известны как те, у кого всегда много драгоценностей, мехов, излишеств. Да, это такой панк-вариант. Панк-вариант? Да, так же, как с этими часами. К нашему купечеству очень нехорошо относились. По большому счету, они пробивали себе очень так, как в тяжелой борьбе дорогу на рынок. Потому что англосаксы держали рынок всегда. Не допускали наше торговое влияние. И поэтому, как изначально было отношение к нам, мы и декларировали, что как мы относимся. Сразу много тоже того же самого венецианского пурпура, золота. Иван Ахлобыстин. Русский актер, драматург, колумнист. Снялся в 59 фильмах. Сценарист 27 картин. В качестве режиссера выпустил 4 киноленты. В 2001 году рукоположен в священники в Ташкентской епархии. Однако спустя 9 лет по собственному желанию отстранен святейшим патриархом от священнослужения. В 2011 году заявил о намерении баллотироваться в президенты страны. Свои политические и философские взгляды изложил в ультраконсервативном манифесте «Доктрина 77». Идеальной формой государства считает империю и уверен в возрождении монархии в России. Один из деятелей российской культуры, горячо поддержавших русскую весну в Крыму и на Донбассе. Гражданин Донецкой Народной Республики. Внесен СБУ в список граждан России, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. находятся под санкциями ряда стран ЕС. Женат на актрисе Оксане Арбузовой, вместе с которой воспитывают шестерых детей. Вернемся все-таки к теме расшизма. Вот когда русских называют расшистом, почему они считают, что это будет оскорбительно? Что вкладывают люди, которые хотят оскорбить русского в это понятие? Что с их точки зрения расшист? Они считают, что это вариант фашизма. Они заблуждаются. Вообще, относительно фашизма многие заблуждаются. Фашизм и нацизм – это разные вещи. Итальянский фашизм, испанский фашизм. Это была попытка консолидации на основе местных каких-то… Вот у нас есть копное право в России. Старинное, забытое давно. Потом земское право. И только земский собор может выбирать царя. Там много есть своих бонусов. Но мы про это забыли. Но суть та же самая – копна. И у итальянцев символом этого фашистского движения была копна. Смысл такой, что мы создаем свою маленькую бригаду в деревне, которая следит за всем. Она, в свою очередь, сочетается с другими деревнями, ну, бригадами в других деревнях. Одна партия, одна идеология. И в сути своей это больше носило позитивный характер, нежели негативный. Когда вмешался нацизм, все разбушилось. Вася, я слышала в одном из интервью, что вы говорите, что, конечно же, по крови русский человек или не русский определить нельзя. Нельзя. Только по харизме и только по задаче. Только по харизме и задаче. Территориально, значит, изначально территориально. Русскому чеку не обязательно быть православным, например. Не обязательно. Но вообще… Не обязательно говорить на русском языке. Обязательно. А русский язык носитель. Все-таки обязательно, да? Да, носительный. Но с учетом того, что тот русский язык, на котором мы разговариваем, просто утилизированный церковно-славянский. И вот этим компенсируется, если человек даже далек от церкви. Вообще, в идеале, конечно, русский человек православный. С учетом того, как само православие к этому относится, нельзя, ну, его притягивать нельзя, чтобы оно не стало фактором влияния вот в таком вопросе. Поэтому дистанцируется религиозное дело отдельно. Все же, что касается… А у нас есть и там мусульмане. Я не помню, чуваши, по-моему, мусульмане. Те же русские, но чуваши. Ну, русский – это же прилагательное. Прилагательное, да. Значит, русский какой? Украинец, может быть, да. Какой угодно. Русский немец. Ну, вот сейчас русские немцы. У них Дуссельдорфе огромная коммуна. Ну, что еще? Язык обязателен для русского человека. Язык обязателен. И понимание, вот это внутреннее ответственность за судьбу всего мира. То есть идеи Третьего Рима. Идея Катехана. Мы удерживающие. Все-таки вернусь к теме и национальности, и вероисповедания. В одном из ваших предложений звучало, что вы считаете, что в паспорт необходимо вернуть графу национальность и ввести графу вероисповедания. Почему? Для чего? Ну, вероисповедание – только национальность. В вероисповедания не заходил разговор. Мне кажется, что это очень деликатно. Это уже журналисты, да, приписали? Да, да, это оскорбит уже саму веру. А национальность – это естественно, потому что она сразу дает такое. Вот знаете, я еду в машине. Передо мной другая машина. И у нее, как георгиевская ленточка на антенне. Такая уже в пыли, но сразу у меня другое отношение к той машине. Я понимаю, что все может случиться на дороге. Мы можем с ним столкнуться. Мы можем для любого автомобилиста повреждение автомобиля – это трагедия. Это все как царапина на сердце. Но при этом я уверен, что мы с ним разберемся без зла. Потому что он относится к тому же эгрегород, называется, что и я. То есть он в одной легенде со мной. И поэтому таких элементов должно быть много. В том числе и часы могут быть таким элементом. Таким элементом может быть, я не знаю, ну все что угодно. То, что свойственно для всех нас. И что нас объединяет? А нас объединяет бурная история. Когда резались, перерезались до того, дорезались. Рея у многих государства и многих наций бурная. Бурная. Но у них как? У них все-таки сегментированность. Понимаете, какая штука? Чем мы отличаемся от всего остального мира? Это не делает нас лучше. Это нас делает просто другими. Надо понять, что мы чуть-чуть иные, нежели все. Когда француз делает какой-то вывод мировоззренческий, он исходит из образования, из воспитания, из французской истории и французской территории. Так или иначе. Но вот никто не отменял территориальность. Как ни странно, это действует. Меры ответственности. У нас разные меры ответственности. А у нас, когда мы принимаем то или иное решение, мы, кроме всего прочего, пометуем о том, что если мы сейчас отсюда выйдем, до конца жизни, может, мы до конца своей земли не дойдем. У нас одна шестая часть земли. Вот это тоже сказывается. У нас другая мера ответственности. В чем-то мы можем казаться безалаберней, неаккуратней, необязательней. Но в главных вопросах, в базисных вопросах, мы просто как йоды из «Звездных войн». Все равно кто-то деревенский старик или сантехник в городе. Неважно. Все равно в каждом из нас есть элементы этой силы. Я хотела бы еще поговорить о месте России в современном мире. Нас давят, нас боятся, а нас хотят сломить. Почему? По естественной причине. У меня есть теория, как русская национальная антиидея. У каждой нации есть своя национальная идея. Как правило, в своем болезненном пике, все равно Рим или Речи Посполитой, все равно, это мировое господство. Такое понимание, что мы лучше всех, у нас все на уровне, мы должны всех научить. А мир, созданный Богом, должен быть представлен во всем многообразии. За этим следим мы. Когда появляется очередной глобалист, мы ему помордасом треуголку в попу, и он ушел. Или фюрер вылез из болота. Мы раз вышли из болота, раз помордас, и опять к себе вернулись в Печоревщиной заниматься. Вот именно по этой причине есть такое понимание этого, что... А кого же мы сейчас загоняем в свою территорию? Кого мы сейчас удерживаем? У нас, в принципе, такой базовый враг – это Англия, конечно. Согласно классической геополитике, получается. Оно так и есть. Оно так и есть. Нет там никаких мировых заговоров. Заговоров – это все чушь собачья. А при этом вы говорили в одном из интервью, что вы сторонник теории заговоров, что вы считаете, что они есть? Понимаете, я не сторонник теории заговоров вот в глобальном понимании. Я считаю, что на определенном историческом этапе заговор нужен. И во всяком случае можно объяснить, что происходило на тот исторический момент. Это такая су-корпорейшн, интрига, создаваемая набором людей, движимых одной целью. Я неопределенно говорю. А вот так, чтобы масоны шуршали этими лосинами с блесками, встречались на ухо друг к другу. Я был на одной такой вечеринке случайно. Я зашел, завел меня товарищ, который считал, что мы были, сейчас скажу, это Локль, по-моему, в Локле, на границе Франции. И, кстати, часовая фабрика там тоже находится, Георгия Фабжака. Франция и Швейцария. Это очень неприлично выглядит. Это выглядит глупо. Но это больше такой старперский клуб и для людей с неопределившимися половыми ориентирами. Это очень странно. Я читала в сети такие предположения, что Иван Ахлобыстин своим обществом 77, а мы еще поговорим о доктрине, он создает таким образом свою секту, чтобы править, в данном случае, не миром, а Россией. Что вы бы сказали? Править миром и Россией – это одно и то же. Если ты правишь Россией, то ты правишь, по сути, миром. А сейчас Владимир Владимирович Путин всегда будет так. Правит миром? В принципе, он, ну, в силу, опять же, мира ответственности, о чем мы говорили раньше, да, да. Потому что все равно все в мире происходит с оглядкой на нас. Я бы хотела вернуться к теме общества 77. Вообще, для чего оно было создано? 77, потому что Библия – это 77 священных книг. То есть, переводить на обычный язык, что это вот прям прямая истина. Концепт прямой истины. Я призывал людей отнюдь не менять что-то в экономике или в политике, потому что я не политолог, я не экономист. Я предложил вообще поговорить, начать разговаривать о главных вещах. Потому что по тем временам совершенно очевидно стало, что на Марс все-таки мы не полетим. Мы очень увлеклись товарно-сырьевыми отношениями, и это стало менять нас самих внутри. Мы стали мотивировать детей другими и портить их этим. То есть, нужна была какая-то такая тенденция к возвращению. А она могла появиться только в силу способности людей к общению. Преодолеть вот эту дистанцию между людьми и начать общаться на эту тему. Мы говорили о доктрине 77, и первая глава называется «Империум». Что это за понятие? Ну, вообще, это определяющая империя ведет свой этимологический смысл от империума. Простым словом, это деревня. Деревня есть, да? И кузнец самый сильный, самый умный. И чтобы всем не заниматься администрированием, они кузнецу палку дают империум. Или там, я не знаю, камень дают империум. И пока у него этот империум, он может говорить от имени всего этого коллектива. От этого возникает империя. Империализм как таковой, ну, это не совсем, в принципе, правильно о нем говорится. Ну, в основном это подразумевает капиталистический империализм. Но в сути своей имперские идеи, они очень позитивны. Потому что вот для нас это единственный вариант. У нас всегда было так. У нас что, Брежнев царь, только в медалях своих. Что дураковатый, значит, Хрущев со своей кукурузой царь. Сталин царь-царь прям. И что Путин сейчас царь. Все же вот функции царя он несет. Без него не принимается ни одно решение. И в принципе, я считаю, что идеальный вариант правления – это монархия. Мы всегда были монархисты. Мы не верим в абстрактные идеи. Мы верим в конкретного человека. Сейчас такая история с Путиным. Я ведь там еще в 13-м году такой во внутренней оппозиции был к Путину. Мне не нравились вот эти все с медведевыми перестановки. Мне казалось оскорбительно. Ну, просто бы назначили. Что придумывать? Зачем вот этот цирк для Европы? Все же знают, что ты адекватный человек. Ну, да, два можно срока. Давай поменяй конституцию. Ну, когда была идея, кстати, идти в президенты у вас, вы как раз говорили, что русские никем не представлены. А вот эта внутренняя оппозиция к Путину сейчас закончилась? Она исчезла, потому что я осознал, что русские наконец кем-то представлены. За него не стыдно. Вот реально не стыдно. Действующий человек, взрослый человек, у него весь опционарий необходимый. Спортивный, взрослый, умный, бывший военный. Для русских идеал вообще. Умеет носить костюм, говорит на иностранном языке. Не забыл, что такое слово «любовь». За Россию мать порвет. Иван, зачем русскому человеку монарху? Есть некое представление о гармонии. Это как кристаллическая решетка. Для самоорганизации нужны какие-то импульсы. Если что-то случилось, звонишь там товарищу своему, поехали посмотрим, вдруг людям помочь. Или поехали к нему, он там вроде плохо. И вот так, коммуникативный ряд, ряд первого уровня коммуникации. Дальше, значит, уже как-то реагирует общественная организация. Потом муниципальная, федеральная организация. Но в итоге это должно заканчиваться в точке, сходиться в какой-то точке, от которой станет понятно, делаем мы это или не делаем мы это. Вот так вот, прям категорически. А все-таки монарх, потому что русскому человеку так понятно, или потому что русский человек православный, и он почитает монарха как правителя от Бога? Православные просто это понимают. Ну вот, понимают, потому что они находятся в границах вот такой церковной, прихадской Ольку Мэна, и многие вещи неизвестные о таком широкому зрителю, известные хорошо православным. Но и другие люди, как другие россияне, тоже это понимают. Они понимают подспудно, они не могут это мотивировать, объяснить, но подспудно они всегда будут доверять человеку. Все равно они не будут полагаться окончательно на бумаге. Никогда не будут верить в объективные подсчеты. Это бред. Но как можно решать ту или иную ситуацию, исходя из вопросов, что это хорошо. Одни говорят, это хорошо, другие говорят, это плохо. Это бардак. Иногда наступает исторический период, когда нельзя себе позволить бардака. Организационно мы проиграем просто. Нужен набор таких решительных действий. Когда с друзьями вы общаетесь, вы обсуждаете тему монархии? Многие ли согласны? Вот в социальных сетях огромное количество подписчиков. Как они относятся к идее монархии? Я думаю, что тот максимум пользы, который я могу сделать для идеи монархии, вот я есть, я сам анархист. Мы же как наши детки, с нас берут, в первую очередь, пример. Школа, воспитание, даже церковный институт, это все потом. А изначально, сначала на родителей. В идеале. И поэтому мы только примером можем. Так же, как мы можем привлечь к Христу, в православие, мы не можем другого человека обаять. Или удивить интеллектом, или харизмой поразить, привести, вот я такой, потому что я там. Мы можем только примером своей вот такой обыденной жизни. И я считаю своим внутренним обязательством и с благодарностью, что люди уделили мне внимание, что сам факт, за все это время, ни разу я даже, вот какой-то конфликтной не было ситуации, со случайными прохожими, там, ну, ни с кем. Все очень комфортно, люди очень деликатны по отношению ко мне. И я должен отдать лучшее. Лучшее, что я могу сделать на этом этапе, это доставлять в общество какие-то идеи, которые, по моему мнению, искреннему мнению, принесут ему пользу. В том числе, это касается и монархия. Иван Ахлобыстин, как канал коммуникации. Ну, вот так вот. Инструмент доставки сигнала такой, да? Более того, меня изумляет, что... Вот на примере с Крымом, да? Общество ведь разложилось, в принципе, на несколько направлений. Но меня пугает звонкая тишина у рок-н-ролла. Не очень-то много ездит в Крым. Ну, вот сейчас начали ездить, а Донбасс вообще речь не идет. А это вообще странновато, потому что первыми, кто должны быть, ну, кто должен появиться, это рок-н-ролльчик с гитарой. Вы как раз в одном из интервью говорили о том, что консерватизм в России сегодня моден. А вы считаете, что либерализм уже не в моде? Ну, у нас нет тех либералов, которые должны быть. Вообще общество должно быть устроено, при том, что я вот за одну, пусть одна будет партия, и не о фашизме речь. Но вот эта одна партия, это одно общество должно состоять из 80% размеренных, адекватных людей, царский путь, ну, по-церковному, и 10% консерваторов, которые ругаются на девчонок, если те короткие юбки носят слишком, чтобы ребят не раззадоривали, и либералов, которые ругаются, что вырубают Алешкинский лес. И они добавляют, то есть они прибавляют повестки дня, обычные повестки дня, еще какие-то вот обязательные... Так какие они должны быть, эти либералы, и чем наши не удались? Либералы должны быть либералами, но при этом они должны любить Родину, то есть служить для Родины. Наши либералы не служат для Родины. Ну, а когда наши либералы служили Родине? Вот да, вот поэтому, я думаю, нужны ли вообще либералы? И вот поэтому мы удивляемся, почему Ивана Ахлобыстина обвиняют в фашизме и так далее. Ну, я вообще не понимаю. Павел Семенович Лунгин когда-то сказал, Иван Ахлобыстин – это тот человек, который имеет желание, возможность быть все время необыкновенным. А вы согласны с этим высказыванием? – Не знаю, честно говоря. Я считаю, что мальчик не должен проводить у зеркала больше 20 минут. Это может его испортить. – Ну, он точно говорил не о внешнем виде. – Нет, я концептуально просто, если я начну задумываться… – Хотя интересно, конечно, поспрашивать, что у вас на вас сегодня и так далее. – На мне, вот мне Баклановский крест мне подарил, это в Хиландаре на Афоне монах Павел, отец Павел. На мне Афонский крест в Атапеде. Это у отца Ефрема я был. У меня чуткий, кстати, Афонский. – То есть ничего случайного? – Ну да, в общем, я уже могу себе это позволить. Возраст и популярность. – Да, но мы живем по законам телевидения, пусть даже монархического. Сейчас я предлагаю прерваться на небольшую рекламную паузу. – Вы сказали в одной из программ «Шутом быть удобно». Вы считаете, что все-таки роль шута есть или нет? – Ну, как роль шута, наверное, это уже стало естественным. – Ну, не естественно, как незащитное. – Ну, а в чем шутовство? – Ипотаж. То есть для многих идея монархии – ипотаж, садомитов жечь в печах – ипотаж. Очень многое из того, что вы говорите, для людей – ипотаж. Это ипотаж для вас или все-таки… – Для меня нет. Ну, может быть, это не… Многие вещи принудительно сделали неприемлемыми нам иметь свое мнение относительно нации. У нас графу исключили, что из паспорта? Тоже я вот давно предлагал вернуть. – Да, да, да. – Вспоминали. Еще просто один из вариантов консолидации – кто ты, брат? Я вот такой, вот графа в паспорте. Вроде глупость, а из таких мелочей, как мозаично собирается общая… И по поводу монархии так же будет. Надо все время говорить, обсуждать эту тему. И как НЛП будет работать, как гештальт. Мягким укачиванием мы войдем в сознание людей. Сейчас мы добились упоминания самыми честными людьми на свете, подростками. Ну, в силу их биологии, правда. Это не их заслуга, а заслуга природы. Уже добились того, что многие пишут монархисты, но что монархизм… Сейчас они этого не понимают. Дальше это станет, может быть, элементом мировоззренческих. – Ну, почему для вас это так важно? Вот лично для вас? – Я желаю, чтобы мои дети жили во внятном обществе. Чтобы они были социально защищены, культурно защищены. Они не должны попасть под влияние русского шансона. Потому что прошел каторжный период. Все русские люди… У нас самая популярная песня «Забайкалия», «Бродяга». А бродяг-то идет с каторги. У нас все песни посвящены либо лютой смерти, либо каторги. Ну, любим мы это. Уже в финале об этом, после песни на родине, вот идет. И нам это в совесть. Но мне кажется, что детям это не нужно. Им нужно прививать восторженный интерес к жизни, тотальную веру в себя и фанатичную преданность родине. И тогда они будут порядочными людьми. Тогда они будут размышлять с точки зрения, выгодная это родине или невыгодная это родине. Общество 77 призвано пропагандировать идеи аристократического национального патриотизма. Да. Что такое аристократический национальный патриотизм? Ну, аристократизм, как таково, на данном историческом этапе, он очень далеко ушел от первоначального своего смысла, когда просто земля, розданная главным шаманом. Аристократизм – это та же мера ответственности. Если человек действительно чувствует себя ответственным за судьбы России, он, предположим, аристократ среднего звена. Если за судьбы всего мира, то он княжеский уровень уже. Ну, в России-то у всех княжеский уровень, потому что мы уже… Ну, не у всех. Не у всех. Очень размыто нас англосаксы подбивают со всех сторон. Голливуд же им в помощь. Ну, вообще, идея ответственности, принятия ответственности – это как раз политологическое определение элит. Да, чем элиты отличаются от неэлит. Вы пошли дальше, вы считаете, что это признак аристократизма. Да, я считаю, что вот именно появление этой прослойки, естественное появление, там по ряду причин у нас не хватит передать, чтобы объяснить, и IT-технологии, и обновленное сознание сейчас у подрастающих поколений в силу этих IT-технологий и быстрого доступа к огромному фонду информационному, чуть по-другому. Но я считаю, что именно эта прослойка однажды поможет России скинуть с себя ермо чиновничьего, вот этого удушающего воровства и без просвета, и сможет, когда это все исчезнет, опять мотивировать русское общество к задачам геополитического масштаба. Может быть, только благодаря им мы однажды вернемся к освоению космоса. — Достаточно революционные слова. Кстати, насчет революции. Как вы считаете, революция 1917 года для России это была благо или большая трагедия? — Это было благо в том смысле, что нам была сделана прививка, теперь нас на революцию не подобьешь. — Прививка от трагедии? — От трагедии, да. Мы потеряли миллионы, десятки миллионов людей. Мы же такие, как все равно, от Чукчей до Варяговка, в нас намешано очень много горячих кровей. — То есть Майдан — это не российская история? — Она мелкая для нас. У нас, вот судите сами, самая азартная для нас русская рулетка. Потому что если уж играешь, ты играешь. Братья наши моногамные. Причем моногамные, потому что мы тонем в женщине. Так же, как бабы преданно служат нам, как рабыни. Мы им как рабы, они как рабыни. И это вот радует. Многое кажется невозможным. Но это только дело времени. Нет, вода камень точит. Мы сегодня с тобой поговорили. Вот то, о чем мы говорим, все забудется. Останется только общее впечатление. И слово «монархия» — это, это. Ну, может быть, кто-то, значит, обратит внимание на твою красоту и блузку. Я бы обратил в первую очередь. Но кто-то запомнит и монархию. И если таких, как мы, будет много, и мы будем адекватны и интересны, и люди нам отдадут вот эту великую энергию собственного внимания, когда-то это станет уже обыденным. Обыденным разговором, о чем можно поговорить приличным. Сейчас начнешь говорить о монархии, ну, либо выпил, либо... Слегка маргинал. Маргинал, фашист, что-то такое вот. Надо это вот тихим сапом, мудро оттенить. В биографическом фильме, который о вас сняли, там есть такая фраза, что для Хлобыстина слава — это деньги, а деньги для семьи. И, конечно же, когда смотришь на вашу замечательную, большую, крепкую семью, понимаешь, что это, наверное, в жизни главный проект. Хотя проектов есть огромное количество. Да, конечно. Но это главный проект, да? Кто говорит, значит, тот врет. Ну, а как можно, в первую очередь, думаешь о семье? Как если у тебя голодный ребенок дома, а ты великий художник, ну, это как минимум странно. Ну, в смысле, и ты кабянишься. Ты будешь разгружать, я не знаю, сахарный песок в северном речном порту, ты будешь подметать улицу, ты будешь делать все, чтобы он не был голодный. А любовь? Это глагол. Все заблуждаются, что правда и любовь — это существительное. Нет, это глаголы, это всегда движение. Я реально к тебе отдаю отчет, кто я такой. Я не самый, значит, изысканный, не самый красивый, не самый умный человек на свете. А то, что вот мне посчастливилось овладеть сердцем столь прекрасной женщины, как Оксана, я только как Божие чудо, как бонус. Вот иначе я не могу, как рассматривать не могу. У меня есть моя молитва. Ну, среди прочего, это же не прещается, что не устраши бедой, Господи, но вдохнови милосердием. Я когда смотрю на своих детей, когда на жену, я понимаю, что в церковь меня приводит не страх смерти. Я знаю, что однажды вот это, и все, и произойдет. Я даже не узнаю, как это будет. Вы, наверное, как православный человек не боитесь смерти? Или наоборот, боитесь? Я боюсь смерти, как любой нормальный, как православный, я не должен бояться смерти. Как нормальный человек, я боюсь смерти. Но при этом понимаю, что боюсь, что это страхи такие странные, потому что, ну как, я вот чпок, и что там бояться смерти? Но я, когда смотрю, опять же, на Оксану, на детей, я прихожу в церковь, благодарить Господа в первую очередь, и говорю, спасибо. Конечно, потом я вычитываю, там, огради Господи от зла и греха, там, то-то-то в алтаре поминаю своих родных, потом, значит, у всех покойников поминаю, когда молюсь. Но, среди прочего, вот я Господа благодарю, что вот так он здорово упаковался. Между тем, многие осуждают вас, что вы перестали быть действующим батюшкой. Многие оправдывают тем, что Иван ушел для того, чтобы прокормить свою семью и детей, и говорят, что это поступок настоящего мужчины. Тут, наверное, осуждать вообще не стоит. И я бы даже не стала бы спрашивать, почему это так. Но главный вопрос для многих сейчас другой. А вернется ли Иван в церковь? Я очень хочу вернуть в церковь. Очень хочу, потому что мне комфортно там. Не надо никому ничего объяснять. Я действую в границах одной прекрасной, величественной, самой величественной архитектуры, но внутренней архитектуры. Самое потрясающее чувство я пережил именно во время божественной литургии. И поскольку мне есть чем сравнивать, я уверяю, нет такого восторга. Ну, во всяком случае, мне нигде не доступен этот восторг. Как недоступен иными способами, кроме церковной жизни, тот покой, который она предлагает, внутреннюю устроенность, логику. Все-таки вне церковного корабля очень тяжело. Я нахожусь внутри. В трюмах я не на палубе. Я в трюмах. Но даже то, что я в трюмах, хорошо. Ну, вот если завтра святейший патриарх скажет, Иван, служи. Это будет радость? Это будет беспокойство. Такой скорости? Или это будет беспокойство? Беспокойство. Ну, конечно. Надо бы ответственно относиться. Что значит служи? Если служи, это общайся с людьми. Если общаешься с людьми, ты должен в любой момент, ночью, не ночью, все равно, что тебе позвонит любой из твоих духовных чат, и будет долго с тобой. Можешь просто поговорить. Можешь и не спрашивать. Обычно просто говорят. Люди все знают. Им нужно просто такой обмен. Меня вот ужасно интересует такой момент. Вы же не заканчивали духовную семинарию? Заканчивали. Заканчивали? Ну, я в итоге в Ташкенте вынужден был дозадавать. Там. Но я имею в виду до того, как вошли в сан. Нет. Называется «без подготовки». Вы как прыжок с парашютом. И начать исповедовать людей. Я понимаю, что многие говорят, что у вас к этому талант. И те, кто ходил на исповедь, и другие священнослужители. Сменили вас исповеди людей? Меняют они вообще человека? Конечно, меняют. Но я понимаю, кто я такой. Еще больше желания служить этим людям, потому что они воистину достойны восхищения. Разные. Причем бывают такие ситуации, когда ты и помочь ничем не можешь. Там девчонка подходит. Красивая, молодая. Все есть. Квартира, машина. Все. Целомудренно, прекрасно. Не может парня встретить. Вот, ну, и причем пытаюсь помочь как-то. Ну, мы говорили много. Может быть, когда… Почему так происходит? Непонятно. Нельзя. И парень также подходит. Там, подтридцатник. Квартира, машина, небалованный. Хорошие родители. Нет каких-то категорических у них заболеваний никаких. Это смертельных в роду. Ну, идеальный, идеальный ариец, короче говоря. И тоже не может девчонку встретить. Не знаю почему. Мне кажется, нужно молиться. Вот я, у меня дочка взрослая, я человек такой практичный довольно. Я понимаю, что не всегда можно говорить вот прям, что ты думаешь. Если я скажу молись, не поверят. Скажут, выбирай, придумывай, систематизируй, анализируй, конструируй. А я нет. Вот это все не помогает. Я пробовал. Я плохой сводник. Не удается, не получается, не нравится. На каком-то уровне принимается решение, где ты не имеешь права присутствовать даже. Любовь – это от Бога, ведь это звездочка. И дочке, я говорю, мы разговариваем все время. Она говорит, когда у меня парень будет? Я говорю, ты помолилась бы хоть бы. Это единственное, что можно толком сделать. Мы советовали, куда она поедет отдыхать. Я не помню, какая-то движуха их молодежная. В гости, не в гости. На тусовку, не на тусовку. Не помню, не важно. И что-то среди прочего. Я сам себя поймал на мысли, что это так очевидно. Но вот оно сейчас стало так очевидно. А до этого я не думал, что это так очевидно. Вот кажется, чушь ее, что я говорю. Оно вот на глазах все. А, блин, на что сделаешь? Только молиться. Я думаю, что мне повезло, что я, дурак тогда набитый, эзотерик, эзотерик, изувер, жулик, значит, просто... Йог. Йог, да. Я же семинары проводил, я же возил экскурсы в Ауравиль. Это целая история. Присутствовала на двух конференциях. Это духовный путь. Очень длинный. Можно было короче. Но короче было нельзя. Для этого была бы принесена Оксана моя жизнь. Ну, не молился же. Молился. Удивительно, прямо перед встречей с Оксанкой, не прекращая свою бурную жизнь, у нас был офис с Хьюргой Разумовским, ныне отцом Георгием. Старинный, старинный мой друг. И у нас киношная компания была, проект 2003. Она находилась в Точистых прудах. Туда я ездил через Лубянку. Лубянка – длинный переход такой подземный. Оттуда выходил мне легче как-то. Я не помню вот эту логистику, почему оттуда. Значит, там торговала иконками монахини, а рядом, не помню, Иоанновский монастырь. Я подошел, спросил, а есть чего-нибудь? А у нас дела не шли. Я говорю, есть что-нибудь от сглазу? Она говорит, да, вот есть. Дает мне семистрельно. Она до сих пор у меня стоит. Вот сейчас на даче. Любимая просто. Обычный такой. Наводил. Ну, ничего себе. Пластиковая рамка. Ну, от сглаза, от сглаза. Принес в офис. И пока я шел, я рассматривал ее. А у нее такой, ну, мультяшный, как вот, о, лик. Огромные глаза, явно преувеличенные. Но отчего-то меня все это не смущало, а наоборот, вот как-то она заглянула вот этими, ну, как, никакими глазами, как нельзя сказать, что прям там шедевр в меня. И я понял, что то ли сам факт обладания этой вещью, что какую-то чушь делаю, блин, что-то я хочу. Такой мелкого, необязательного. И я начал размышлять, думаю, а вообще, что я хочу-то? И я понял, что я хочу. Хочу я семью. Хочу я верного человека, чтобы не париться. Дальше уже всем остальным. Проектом 2003, кино, путешествиями. Рукой, да, можно уже вместе заниматься. Надо вот решить этот вопрос. Видимо, к тому времени биологически я был готов. Кто его знает, не знаю, как Господь распорядился. Но вот именно об этом я молился перед этой иконой в офисе. Ну, какая хорошая история. Я вот сейчас вспомнил ее просто, да. В итоге у нас, получается, практически духовные советы от Ивана Ахлобыстина. Ну, да. Мы поговорили о многом. О любви поговорили. Но не поговорили о вере. Я цитирую нашим зрителям и Ивану Ахлобыстина, и Ивана Ахлобыстина. Я живу базовыми инстинктами, а вера в Бога – это базовый инстинкт. Это ваши слова. Вы под ними по-прежнему подписываетесь. Да. Но я бы сделал оговорку. Конечно, это базовый инстинкт. Есть несколько базовых инстинктов. Самое главное из них – желание управлять. А все же страх смерти, все остальное, это вот в него укладывается. Если ты чем-то не управляешь, то это может послужить таким нарушением, внутренним нарушением в самой психической конструкции и как-то здоровье. То есть у многих вот эти приступы к клаустрофовии не от того, что они боятся высоты, не от того, что они боятся бетона, а от того, что они не могут контролировать лифт, там, я не знаю, в самолете охватывает кого-то ужас, панические атаки на этом. То есть такая вот медицинская часть, научно-академическая, дает этому объяснение. Вера в Бога – это, по сути, вера в поиск смысла. То есть вера в желание быть осмысленным самому. Без осмысления, что есть Бог, что есть мир, ты не осмышляешь самого себя. Только глядясь в это зеркало этого вопроса, можно увидеть свое отражение. Только решая этот вопрос. Он нерешаем, и это прекрасно. Потому что это вечный, он больше эстетический процесс, больше волевой, больше эволюционный. Почему не решаем? Человек или верит, или нет? Не решаем. Бог бесконечен, его нельзя познать. А верить, если бы, по славам Христа, была бы у нас вверх с горчичным зерном, мы бы сказали, горе, иди сюда, она пришла бы. Своими словами. Ландшафты не двигаются. Из этого я делаю вывод, что все-таки в большей степени мы не верующие люди. Верующие люди святые. Они начали улыбаться и ушли. Им ничего не надо. Отсюда из студии, и все. И босиком его нашли на Валааме. Через пять месяцев он ел бананы, которые выросли там, где он жил. А мы люди, стремящиеся к вере. Надо отдавать себе отчет и честно себе в этом признавать. Мне, во всяком случае, кажется, что это необходимо. Потому что, ну как можно верить недоступно в то, что ты никак не постигаешь, кроме окружающего творения? Насчет окружающего творения. Я много лет занималась темой экологии, проблемой ГМО, отходов, свалок. И мне кажется, что здесь можно и нужно прилагать силы. Именно потому, что это творение. Какова вообще роль в жизни природы, экологии? И есть ли понимание того, что ответственность должна быть действительно за весь мир? Конечно. Вот в идеальном мире как будут к природе относиться? Мы ездим с детьми, как ездим на великах. Берем черные мешки и убираем весной там, где катаемся на великах. Благоукрашаем. Когда меня куда-то вот на такого рода мероприятие зовут, я еду туда с удовольствием. Последний раз мы посадили 5 гектаров соснового бора. Я привез ее у меня на участке, маленький еще. И там, где я могу быть полезен у адекватных энтузиастов, потому что есть неадекватные, я стараюсь максимально себя реализовывать. Потому что опять же это входит в понимание зоны ответственности. У нас огромная зона ответственности. Это природа одной шестой части Земли. Если мы будем ее загаживать, истреблять, но, к сожалению, мы не контролируем процесс. У нас качают недра, пока не будет выкачана вся нефть, а это, в принципе, гибель тектонического пласта. Это как жир внутри тела, как кровь в зависимости от... То есть что-то будет происходить очень нехорошее. Надо это... Мы уже можем это закончить. Уже есть разработки станций, атомные электростанции, водородные станции нового поколения. Но нам выгодно продавать нефть. Не будут переведены на электричество в ближайшее время машины, вот эти Тесла, для исключения, есть правил только подтверждающие. Сейчас почти у каждой марки, кстати, появились электромобили. Насчет космоса. Найдем мы ему место в нашей беседе. Обязательно. Потому что я фанат... Вот я же говорил, Николай Федоров. У него было учение. Своё учение о том, что нужно, по сути, это учение о генной модификации. Даже не просто о генной модификации. Он предлагал восстановить прах отцов, добиться того уровня науки, развития, чтобы можно было по вот этому... Он не так формулировал, но смысл тот, что из ДНК восстановить отцов. В нас было заложено их бессмертие. И это промысел Божий. Долгое время я считал, что... Ну, я знаком был с идеей. Я все удивлялся, как вот церковь не осуждает. Не осуждает. Может быть, я нигде не... Я прочитал все, что можно по этому вопросу. Не осуждает. Он был вернейший прихожанин. Он был человек высокой морали. И один раз его подвело чутьё. Он и зимой, и летом ходил в старом пальтишке. А тут влюблённые в него, значит, почитателя подарили ему шубу. Он в этой шубе вспотел, простудился и умер. Ему было лет 90. Но он из компании космистов. Туда входит Чижевский, Солковский. Это прямо вот берём направление целое, цивилизационное, в науке и технике. Ну, почему вам и так эта идея нравится? А нравится, потому что рано или поздно, если всё нормально будет, и мы окончательно, нас не покупают гомики и экология, то нас будет очень много. И нам нужно будет жить где-то в космосе. Есть какие-то очевидные вещи, не требующие никаких доказательств, априорные. Вот самые главные, которые определяют наше всё, что я есть, аз есмь, потому что я могу себя ущипнуть, потому что я разговариваю с вами, потому что я пью кофе, ну, потому что я так, аз есмь, это очевидно, недоказуемо, очевидно. И что я стою перед лицом бесконечности. Тоже недоказуемо, но очевидно. Я не могу представить себе иного. У меня так построено сознание, так создан мозг, что вот, чтобы замкнутое, я не могу, как замкнутое? Ну, непонятно. За той звездой будет следующее, за той звездой ещё следующее. И так вот прям микромир, то же самое. За этим атомом там Вселенная, а там три галактики. Галактики туда бесконечно тоже. И мы где-то вот этой бесконечной череде миров, находящиеся, скорее всего, что неведомо нам эволюционирующие. Знаете, почему нет воспоминаний о предыдущей жизни, по мнению одного из отцов космистов? То, что жить будет неинтересно. Это просто чужая, ты будешь привязан к старой жизни. А эволюционировать ты должен, ну, глобально. Но это такая, вот эти вещи спорные. Там много было бесед, они задали такое движение нашей науке, что мы быстрее всех оказались к решению самых главных вопросов, за счёт которых до сих пор живы и существуем. Мы, человечество, сделали очень многое. Сумасшедшие новые технологии. Но ещё в середине прошлого века Нильс Борн говорил, что мы не погибнем от ядерного удара, а человечество захлебнётся в своих собственных отходах. Так вот, я думала, что идея полёта в космос и освоения других планет, это как раз идея в том, что мы не сумеем спасти нашу планету и вынуждены будем искать. Либо так, либо так. Что может быть, потому что безответственно мы относились к... И вот эта ответственность на всех. Мы, когда выбирали место съёмок, было много разных предложений, но в конечном итоге сошлись, что библиотека – это лучшее место для разговора с литератором Ахлобыстином. Поэтому ваша цитата. Ничего не стоит так дорого, как хорошая точка в фильме, как хорошая точка в сценарии. Как вы думаете, сценарий нашей жизни мы пишем сами или он пишется на небесах? Ну, с учётом заложенных в нас возможностей образа и подобия Господня, мы творцы. Сейчас пока нам доступны такой... Наш инструментарий очень невелик. Кисти, фортепиано, перо. В будущем очень может быть, что мы силой мысли будем создавать объекты или события. Ну, по достижению определённого, видимо, нравственного уровня, потому что как спички детям не игрушка. Господь не допустит, чтобы мы владели этими способностями, пока мы не будем им соответствовать. Так что... Благодарим тебя за то, что ты скрыл по мудрости твоей. Да. Но если говорить о финале, и как мы уже поняли, что о смерти говорить можно, как вы считаете, что было бы для вас самым лучшим финалом вашей жизни? Вы себе представляли когда-то, как может поражать смерть? Я должен себе так это представлять, что бегу я с саблей, не добежал, и меня пристрелили. Потому что жалко мне будет врубить. Звучит смешно, но очень пессимистично. Нет, почему? Ну, почему пессимистично? Ну, значит, есть куда бежать с саблей, будет кому стрелять. 50 лет, я вообще доволен жизнью. Мне кажется, что Господь просто не просто милосерден, а совсем не объективно милосерден ко мне. У меня есть все. У меня есть, конечно, тысяча всяких житейских забот, неурядец, глупостей своих, но я благодарен Богу за то, что Он мне дал. В принципе, можно закончить хоть сейчас, если будет угодно Богу. Но я бы очень хотел пожить, как мой дед там, я не знаю, больше ста лет. Мне интересно, что будет с внуками. Я очень любопытный, как хорек, и как правнуки. Я бы помог детям, потому что вот сегодня мы с Оксанкой на великах катаемся, и мимо проводят коляску. Значит, видя мой взгляд, Оксана говорит, не-не-не-не-не-не-не, только не сейчас. Я говорю, да нет, я о чем думаю? Нужно, чтобы скорее детки замуж повыскакивали, девки старше, и родили нам вот такое, что вот я хочу дедом быть, мне это интересно. Я хочу гундеть на... Ну, значит, все-таки представления о конце другие. Нет, это представления, это идеалистические, а они неволевые, некрасивые, эгоистичные, и красиво должно приключить как-то героически. Что бы вы хотели, чтобы было написано на вашем памятнике гробном? Я не пустил этот вопрос на самотек. Я не доверяю вкусу окружающих. Доверяю, конечно, но в некоторых вопросах, мне кажется, стоит взять инициативу на себя. На мраморном, или я не знаю уж как, подберут. Надо, кстати, подумать, и какой камень-то заранее, а то эти могут на ерунде, на какой-то, на бетонный. Жизнь – это сказка, которую каждый пишет сам для себя. Это есть просто в моей книге, в одной у меня сказка, есть 14-й принцип, такой фэнтези, необременительное чтение. И там просто на могиле главного героя, жизнь – это сказка, которую пишет каждый сам для себя. Жизнь – это сказка, которую пишет каждый сам для себя. Сегодня гостем программы «Красный угол» был Иван Ахлобыстин, который сам пишет свою сказку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова